Добрый вечер, это программа Насправди в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Понятное дело, что летом жара новостью не является, но и экстремальная жара, те температуры, которые у нас есть сейчас, и которые по прогнозам синоптиков будут сопровождать весь август нас. Вот это тема для довольно серьезного разговора. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, помощника, начальника главного управления ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин. Добрый вечер. Добрый вечер. Часто мы общались с вами в зимний период, и я знаю, что есть определенные процедуры, есть методики, которые помогают спасать людей или помогать людям при низких температурах. То есть это палатки, это еще что-то при высоких температурах. Возможно, есть что-то аналогичное для спасаев службы? Когда мы говорим с вами о зиме, когда идет низкая температура, действительно, есть определенный комплекс мероприятий, который направлен на безопасность. И при каких обстоятельствах люди, если попадают в какую-то ситуацию, как им помочь и хотя бы какой-то период времени стабилизировать эту ситуацию, в том числе и психологическое состояние человека. А дальше уже вступают в силу другие направления, там медики и так далее. Это что касается низкой температуры. Вы поймите правильно, дело в том, что что касается высокой температуры, они приблизительно одинаковые. То есть если в зимний период пожары, я буду так говорить, миграция идет в помещения, это зимний период, то в весенний-летний период идет миграция на открытые территории. То есть люди уже как меньше находятся в квартирах, они больше выезжают на природу. Это как раз подтверждение тому, что человеческий фактор это основная причина возникновения всех чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров. И эти же пожары, которые происходят у нас в квартирах или на производстве и так далее. А те пожары, которые проходят в лесных массивах или происходят на открытых территориях, я имею в виду поля, луга и так далее, когда сухостой. Или на своих приусадебных участках. Вот здесь также человеческий фактор. То есть зима и лето, одна причина это человеческий фактор. А оттуда будет уходить техническая причина, будет уходить неосторожное обращение, это уже ближе вообще к человеческому фактору. А так в принципе это есть одна причина, человеческий фактор. Ну я в большей степени о другом хотел сказать, мы конечно поговорим о пожароопасности, о тех индексах, которые возможно уже присвоены, да, и о тех мерах запретительного характера, которые тоже наверняка уже введены или будут введены. Но скажем, когда наступает пора экстремальных холодов, тоже ГСЧС устанавливает специальные палатки с обогревом, в которые можно прийти, теплый чай и так далее. Там отработанный комплекс мер. Я вот за прошедший месяц несколько раз был свидетелем того, как людям просто становилось плохо от жары, да, и вот есть ли опять же просто какие-то подобного рода мероприятия, ну я не знаю, там в Дубае есть остановки общественного транспорта с кондиционерами. Понятно, что у нас таких пока что нет, но тем не менее, есть ли какие-то протоколы, которые запускаются в случае действительно экстремальной жары? Я могу сказать, что если экстремальная жара, то здесь вступают в силу направления, в первую очередь это медицинское направление, второе это рекомендации специалистов, как себя вести в той или иной ситуации. Вот я всегда привожу примеры, вот та ситуация, которая может, каждый человек может попасть в ту или иную ситуацию, в том числе я могу оказаться в этой ситуации, тем более, если мы оказываемся при ликвидации каких-либо пожаров, пожарные оказываются при этих ситуациях. Да, у наших пожарных есть определенная методика, есть определенное оборудование, которое помогает им работать в этих условиях. Конечно, для людей здесь много сложнее. Здесь больше идет расчет на то, что человек, когда выходит на улицу, он должен понимать, какая температура сейчас внешняя, я имею в виду окружающей среды, и на какой путь и какое расстояние он будет преодолевать, и как он это будет делать, я имею в виду, куда он идет и зачем он туда идет, нужно ли выходить сейчас из дома в этот момент. Ну, а самое элементарное – это питье, это вода. И опять же, вода не холодная, а обычная комнатная, нормальной температуры. Почему? Потому что холодную нельзя употреблять, она не так утоляет жажду, как кажется нам на первый взгляд. И второе – это если уже действительно становится плохо, и многие люди попадают в ту или иную ситуацию, мы знаем с вами прекрасно, что если у вас по пути исследования есть какой-либо объект, и вы можете туда зайти, и там есть кондиционер, вы просто можете охладиться. А каких-либо вот специальных мер, вы поймите, если палатку ставить, это уже увеличение, будет подниматься температура, я имею в виду замкнутое пространство, здесь больше хочется для того, чтобы был ветер. Но люди, как правило, находят в другом охлаждении, где можно зайти. Главное, чтобы люди обращали на это внимание. И вы знаете, те данные, которые нам дает гидрометцентр, а он в принципе последние годы так отслеживает, большую часть, где-то 90%, они говорят так, как оно и есть. Почему? Потому что я присутствую на совещаниях, на видеоконференциях, когда руководство гидрометцентра говорит и рассказывает об областях, где какая погода будет. Потом мы выкладываем у себя на сайте, если что-то может произойти в Харьковской области, даже если не в Харьковской области, потому что люди очень часто едут на отдых или едут к родственникам в другие области. Вот здесь вот нужно на это обращать внимание. И уже по погоде, и одеваться в первую очередь по погоде, ну и рассчитывать, на какое расстояние ты идешь для того, чтобы себя обезопасить. Ну еще и тут надо обращать внимание возраст, во-первых, состояние здоровья, и если вы ходите с детьми, тоже нужно подумать, потому что маленькие дети, теплообмен идет совсем-совсем по-другому. Ну и понятное дело, что никакого алкоголя в такой ситуации это однозначно. Это я, видите, я даже об этом и не думаю. Почему? Потому что алкоголь, он не помогает, он ухудшает, усугубляет. Многие просто думают, что когда человек теряет сознание, ну как это обычно, да, вот бывает, какой-то пьяный, там они обходят его стороной и не помогают. Вот это тоже, наверное, крайне неправильное поведение в такую жару, да, то есть все-таки помогать нужно, обращать внимание, нужно человека бросать, ни в коем случае нельзя. Я согласен с вами. Что касается пожароопасной ситуации, вот сейчас последние там день-два у нас, наконец, пошли дожди, довольно сильные дожди, кстати говоря, но есть еще и гроз, есть еще и молния и так далее. Вот снижается ли у нас уровень пожарной опасности по области и вообще где у нас, возможно, там наиболее сложные, наиболее проблемные точки? Вы знаете, наиболее проблемное, это, конечно, сейчас в основе своей все силы направлены на безопасность лесных массивов. И если говорить о статистике, так вот, в лесных массивах зафиксировано 66 выездов подразделений в основе своей, это лесхозов, то есть у них есть свои пожарные подразделения. Наши подразделения только лишь привлекались 6 раз и это пожары в основе своей низовые, то есть площадь их составляет 200-300, там, 500 квадратных метров в суммарном. То есть это не те пожары, о которых нужно привлекать большое количество техники и специалистов и так далее. Но почему так? Дело в том, что ситуация проходит постоянный мониторинг, проходит постоянное патрулирование всех служб, я имею в виду и правоохранительных органов, и лесхозов, и наши специалисты в каждом районе, там, где есть лесничество. Эта работа проводится, она дает свои результаты. И не только в самих лесных массивах, но и населенных пунктах, которые примыкают к этим лесным массивам. Это очень важно, потому что населенный пункт может находиться и внутри лесного массива, и люди все равно будут проходить через определенную территорию. И здесь они должны понимать, что нужно соблюдать правила безопасности. Ну и если произойдет чрезвычайная ситуация, специалисты уже знают, специальные организации, что есть такой населенный пункт, каждый житель там проживающий знает, что ему необходимо делать. И как оттуда, допустим, в самом крайнем случае, это эвакуация, если это понадобится. Но самое основное, что у нас действительно в Харькове пятая степень пожарной опасности, это в лесных массивах хвойных, в первую очередь, проводились специальные занятия у нас на нашем полигоне в Ватутино, там, где учебный центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отрабатывались полностью все взаимодействия. Такие же были занятия и на районном уровне. Вот как раз то, что я говорил о том, что не только теоретические, но и практические. И в этом году, каждый год мы обновляем атлас безопасности. То есть, это атлас, который позволяет, во-первых, системе обеспечения безопасности, то есть, мы уже знаем, каждая служба знает место, если определяем, допустим, есть такие места, там, Изюмский район, Балаклейский район, Чигуевский район, Харьковский район. Мы знаем наиболее пожароопасные периоды, когда много происходит в чрезвычайных ситуациях в виде пожаров. Мы уже знаем все службы, если какой пожар, какую технику необходимо туда направлять, количество людей и место дислокации, и место сбора. Знаем все водоисточники. То есть, этот атлас нам помогает. И в том числе, авиация пожарная уже знает водоемы, знает глубину, где какие водоемы забирать. И площадки для вертолетной площадки, где можно приземлиться. То есть, не надо искать это все. Это уже все отработано. Все уже отработано. Харьковский гарнизон был родоначальником от именно таких атласов. Сейчас уже практически в каждой области есть эти атласы. Они помогают, они корректируются на районном уровне. А у нас имеется областной. Скажите, вы упомянули о более чем 60 случаях возгорания. Причина в основном, это человеческий фактор или это природное явление? Человеческий фактор. Основная причина, это если не подходить к юридической основе, это неосторожное обращение с огнем. Я имею в виду, когда идет весна и начало лета. Или вот в данный период, когда идет уборка, сбор урожая. Я имею в виду на превосадебных, на дачных участках. Ну и естественно, уборка в полях фермерских хозяйств. Здесь уже неосторожное обращение. Может находиться человек, даже обычная сигарета. Второе, это называть сразу же, не буду называть, допустим, занос открытого источника огня, а буду говорить поджоги. Да, действительно, вот эти две основные причины. Это, опять же, я возвращаюсь к тому, что это человеческий фактор. Виною везде является человек. Здесь он с юридической точки зрения, я имею в виду, здесь уже уголовно наказуемо, кроме административного, но еще и уголовно наказуемо. А здесь уже, если это неосторожно, это административно, ну а дальше уже последствия могут и переквалифицировать, к уголовной ответственности привлекать. Здесь нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Я вот недаром остановился на сигарете. Понимаете, вот многие со мной вступают в такую дискуссию маленькую. Да сколько можно уже говорить про эти сигареты, что там она на вас. Да, сколько можно говорить. Я просто могу сказать одно, что 250 градусов на непотушенной сигарете, когда вы не втягиваете в себя дым, 250 градусов, это та температура, при которой воспламеняется сухая трава. Я уже не говорю о хвойных иголочках, я не говорю уже обычных горючих материалов, и тем более не говорю о легкой смешной жидкости. То есть этой температуры достаточно, чтобы вспыхнуло на открытой территории. А если уже вы затягиваетесь, то там уже температура от 600 и выше. Можно вспомнить практику прошлых лет в особо жаркий сезон. Насколько я помню, вообще был закрыт въезд в лесные массивы. Я боюсь ошибиться то ли в хвойной, то ли в принципе во все. Есть ли такого запретительного характера мира в этом году? Будут ли они возможны? То, что касается запрета. Есть запрет на, вот когда говорится пятая степень опасности, и когда говорится о запрете въезда, отдыха на этих территориях, это в основе своей хвойной лесной массивы. В первую очередь это хвойные, почему это наиболее опасные места. Есть такие определенные участки, я уже приблизительно перечислил, это Изюмский район, есть определенные лесхозы, есть в Балаклее запретные зоны, куда запрещается въезд на автомобилях, в том числе и отдых на этих территориях. А уже в других районах там определяют в основе своей для хвойных лесных массивов. Это маркируется как-то? То есть если водитель там, не знаю, едет по грунтовой дороге... У лесхозов все отработано. Во-первых, если вы обращали внимание, когда едете по Харьковской области, вы видите перепашенные определенные дороги, стоят шлагбаумы, то есть вы просто так даже не въедете на эту территорию. Остаются только лишь дороги, которые ведут к населенным пунктам, как я вам и говорил, которые находятся на самой территории лесного массива. Есть такие территории, и в Изюмском районе есть небольшие поселки, небольшие деревеньки, есть и в Балаклейском районе, есть и в Змиевском районе. Но на втором месте это у нас смешанные лесные массивы. Ну а уже лиственные леса... Там получше, да? Да, там получше. Трижды вы упомянули Балаклею, и, видимо, неспроста ситуация, мы помним, в связи с взрывами на арсенале, разлет боеприпасов и так далее. Насколько я знаю, собрано, наверное, все, но, возможно, все-таки, да, еще какая-то дополнительная степень опасности из-за вот этой погоды, которая есть сейчас, и в смысле взрывов, да, вот тех боеприпасов, которые там, возможно, пока не найдены. Правильно вы говорите. Дело в том, что вот эти две причины, экосистема пожара на открытых территориях, и каждый день наши подразделения выезжают, саперы пиротехники выезжают на ликвидацию взрывоопасных предметов Второй мировой войны, не только в Балаклейском районе, но и в других территориях. Это минимум выездов, это 10 выездов за сутки. Постоянно у нас от 50 и выше взрывоопасных предметов, и когда происходит загорание даже сухостоя, сухой травы на открытых территориях, а я хотел бы вот обратить внимание, что, как правило, находки это происходит на открытых территориях, я имею в виду на лугах, находят в небольших лесных массивах, лесопосадках или при проведении определенных земляных работ. Ну, я имею в виду, когда вот идет там, убрали вы урожай, перепахиваете, вы здесь можете найти. Что касается Балаклея, да, действительно, там определены, как я уже сказал, запретные зоны, где посещение. Там работают дополнительно еще несколько наших подразделений, которые выполняют, если поступает заявка, кто прямо с места выезжает и обследует эту территорию и смотрит, что это за предмет. Но это, опять же, это в случае, если возникает на этом месте, условно опасном месте пожар, да, вот тогда это там... Нет, это если вы, допустим, проводите какие-то земляные работы или обнаружили какой-то подозрительный предмет. Любой. Очень часто много звонят, и наши специалисты приезжают, а это обычный металлический предмет. А вот не стоит бояться звонить по такому поводу, потому что там пришьют ложный вызов или еще что-нибудь в этом роде. Здесь, давайте сразу скажем, что нет такого понимания. Дело в том, что трактовка ложного вызова – это немного длинное такое словосочетание. Там есть определенная, да, действительная ответственность, есть административная, есть уголовная ответственность. Но мы говорим, допустим, о определенных территориях, если мы говорим о Балаклее или других населенных пунктах, даже в городе Харькове к нам поступают такие сообщения. Наши подразделения обязаны реагировать, они выезжают, обследуют эту территорию, смотрят, что это человек, не специалист, вы поймите правильно, он видит металлический предмет, который ему напоминает гильзу или там снаряд конусный такой, конуснообразный. Он говорит, ну я не специалист, он действительно не специалист. Он это видит, он приезжает, наши специалисты уже определяют. Дело в том, что до приезда пиротехников самой группы приезжает на это место специалист, который осматривает и дает уже заключение, что это за предмет, а там уже саперы готовятся к выезду, определенное снаряжение и так далее. То есть здесь то же самое, как и с пожаром. Если вы запах дыма почувствовали, а тем более увидели, вы же не специалист, не можете по цвету определить, это пар или дым, или просто это совмещение, что-то, или это, там, знаете, что-нибудь может быть другое. Такие тоже звонки поступают. Ну, в общем, не стоит, да? Бояться не стоит. Дело в том, что, поймите, как правило, ложный вызов, он бывает не один, он бывает периодично всего. Это, конечно, отслеживается. Это то, что вот разыгрывается. Любой звонок, я могу сказать, любой звонок, он фиксируется, телефон и фиксируется. И у нас, допустим, идет автоматическая запись разговора диспетчера и человек, который сообщает. Окей, давайте поговорим еще об одном аспекте. Все той же жары, с которой мы начали нашу сегодняшнюю программу, которая, увы, не закончится к ее финалу. Люди, естественно, идут к водоемам. И тут начинается какая-то совершенно страшная, непонятная картина. Да, 25 человек, которые утонули за минувшие выходные. И это попросту вообще не вписывается ни в какие. Что происходит вообще? Почему так какая-то, вот прям волна какая-то, я не знаю. Ну, поймите правильно. Во-первых, самое главное, то, с чего мы говорим, человеческий фактор. Вот, на первый взгляд, мы часто считаем, что мы знаем, как себя вести в той или иной ситуации. Вот, допустим, мне стало жарко, я решил охладиться с друзьями и поехал на водоем. Мы приехали, желание какое у меня, ну, действительно, у меня желание окунуться, охладиться, получить вот это наслаждение. Ну, я раздеваюсь, прыгаю, у меня состояние здоровья могут быть проблемы, допустим, бывает такое у каждого человека. Судороги, спазмы сосудов, проблемы. Вы решаете, смелый, такой активный человек, видите визуально, вроде бы берег хороший, вроде бы глубина нормальная. Я специалист, я умею прыгать. Прыгаю, ударяюсь, теряю сознание. Это на земле вы можете прийти в себя, там вы под водой приходите в себя, но если придете в себя. То есть, вот это купание в неизвестных местах. Второе, если это связано с подростками или с детьми, это вот поведение на воде. Ну, и дети, которые остаются без присмотра родителей, которые не контролируют купание детей в воде. Ну, и самое главное, это я второе, третье, четвертое говорю, а самое главное, это алкоголь. Алкоголь, это то, что способствует трагедии на воде, это то, что способствует. Самое первое, это алкоголь. На втором, это вот связано с подростками, с детьми и родителями, а еще связано, это переоценка своих возможностей. Ну, это то, что, собственно, алкоголь, первый его эффект. Конечно, ну, алкоголь, даже если человек не в алкогольном опьянении, мы пока, вот видите, мы говорим с вами алкогольное, почему, потому, а есть же и другое опьянение. Наркотическое, конечно. Конечно, наркотическое опьянение, если мы говорим не только об алкоголе, есть и такие случаи, ведь экспертизу-то проводят после трагедии, есть такие заключения. Есть заключения о состоянии здоровья, когда, то есть, вот человек попадает, как я уже вам сказал, разница температуры, человек попадает, температура тут плюс 35, а он попадает плюс 22, спазм сосудов, сердечно-сосудистая система, сердце не выдерживает и так далее. Есть и такое происходит. Да, он утонул, но определяется, что была первоначально другая его смерть, от чего произошла. Вот здесь вот эти самые главные. Ну, и второе, это все-таки мы должны понимать. Вы знаете, вот когда мне задают этот вопрос, когда я иду на пляж, и есть там спасатели, нет спасателей, я всегда отвечаю. Вы вначале для себя определитесь, вы хотите отдыхать безопасно, если вы определитесь, я хочу отдохнуть безопасно, конечно, там, где есть спасатели. В первую очередь, это вы можете получить гарантию безопасности не от самого спасателя, а от того места, где вы будете купаться. Это сертифицированные места, да? Конечно, конечно. Акватория одна обследована, определена глубина, на определенное расстояние, безопасные установленные ограничители, буйки стоят там для детей и так далее. То есть, это все определяется. Здесь уже вы дальше должны понимать, опять же, не испытывать свою судьбу. Есть правило, охладился, зашел, покупался. Вы же поймите правильно, цель какая? Охладиться. Это ведь не рекорды вы здесь ставите. Ну, а подростки, это игры. Игры, которые заходят слишком далеко. А вы знаете, что, допустим, есть подростки, вот всегда были детские пляжи для определенного возраста. Лягушатники, так называемые. Да, так называемые лягушатники. Есть для очень маленьких, куда старший не пускает. Вот там вот они между собой. А если вот на общих основаниях, здесь, может быть, по-старшему, вот недавно, вот просто зацепить маленького, и он... Ну, а что в этой ситуации-то хорошо. Вот есть пляж, на котором работают спасатели. Но спасатели, ведь, определенные, скажем, есть права и определенные ограничения. Они не могут вмешиваться там, да, в какой-то процесс. Но если человек пришел и распивает алкоголь, что может сделать спасать? Или если человек уже пьяный туда пришел? Вот это забота правоохранительных органов, в большей степени. Или там какой-то, не знаю, тот же буйный подросток, или там ребенок, на которого родители не обращают внимания. Да, ну что может сделать спасатель в этой ситуации? Ну, я могу сказать по городу Харьков. Вот, допустим, у нас хорошее сотрудничество с патрульной полицией. И мы практически постоянно проводим определенные мероприятия, направленные на безопасность подрастающего поколения, в первую очередь. Ну, и так далее. Есть у нас хорошие наработки. Что касается в этом направлении, я знаю, допустим, выходные дни в городе Харькове на определенных территориях, возьмите, на героев труда, патрульная полиция, у них есть пункты, они там дежурят, проезжают, просматривают и так далее. Ну, я уверен, что если будет такой инцидент и сообщат в полицию, я думаю, они прибудут и примут все меры, касающиеся безопасности для отдыха. То есть за этим тоже следят? Конечно, патрульная полиция за этим следит и очень хорошо. Я хочу поблагодарить вас за то, что сегодня были гостем в нашей студии, за то, что смотрели нас сегодня. Ну, в общем-то, куда деваться от жары, надо просто себя вести в соответствующем образом, минимизировать риски. Надо это все просто в итоге пережить. Спасибо, что смотрели нас. До свидания, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова